Дорогие и уважаемые зрители данного видеоматериера, я позволю вас представить. Это Дмитрий Валтерович Зигуа, преподаватель факультета журналистики Московского городского педагогического университета. Он сидит слева от меня, справа от меня сидит общественный веятель Сергей Васильевич Иванеев, который представляет ассоциацию гуманаза XXI века. И ваш покорный слуга Владислав Тадеушевич Паракурский. Кинематограф это жанр искусства очень высокотехнологичный. Это было сразу же ощущено после того, как кинематограф начал только делать первые шаги. Еще в льном виде, еще в черно-белом виде. И это пункт первый. И пункт второй, как следует, из того, что он высокотехнологичный, он требует начального вложения советских. Ну, нам нужно вспомнить какие-то уголка факта из истории кинематографа, например, тот факт, что довоенное недословие на кинематографе так и не разразилось. Несмотря на все время малую территорию, малую населенную, а кинематограф так и не пошел. Театр, да, кинематограф, нет. Как развивался советский кинематограф? Хватало у нас фильмов на районах, в том числе, на спортивных. Это отдельный вопрос. Там его действительно хватало на достаточно много. Но, в любом случае, сложилось таким образом, что, к сожалению, источник финансирования в первом году был фактически единственным. Это государственные средства. И пик производства фильмов, если вы заметили развитие советского кинематографа, пик количества советских фильмов превышался в ровном пересрочном году. Когда, с одной стороны, у нас были и советские социалистические средства на производстве фильмов, с другой стороны, появились в виде первых ласточек определенные зарубежные инвестиции. В виде тогда еще особого конвертируемой валюты, то есть долларов, фунтов стерлингов, французских, 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 швейцарских и так далее. Начали возникать и были с одной стороны проектов, где мы ориентация на самокупоренность. Мы можем помочь какие угодно проекты, мы можем помочь самый коммерческий новый проект советского кинематографа. Считается, что этот фильм под названием «Нитальдовочка». Мы можем помочь самый большой коммерческий стоит за рубежом. Кстати, сейчас год в столетии его являет, а я не думаю, что я верю, это общеизвестно. С тех пор кинематограф дешевле не стал и с появлением интерната начали происходить совершенно фатальные вещи. Начало резко уменьшаться количество кинематографических взрывов. Значит, мальчик, что интернат здесь есть на 60-е, 70-е годы появился и начал развиваться фильмы. Ваш поколный слуга, автор ряда книг на историко-географические темы, писатель, исследователь, на почве, чем познакомился с Сергеем Васильевичем Сегул, другом партнером Ивана Георгиевича Кандратина. Ваш поколный слугался, время началось с того, что занимался историко-географическими экспедиционными проектами, столкнулся с тогдашим системой телевидения, столкнулся с тогдашим системой кинематографа. Дороговизна кинематографа, дороговизна телевидения, она определила ряд очень жестких правил. Вырисовался, опять же, необходимых таких вступительных вложений, причем вступительных вложений без дороги самокупаемости. С чего все прошло, с чего все и поехало. И когда ваш поколный слуга, он еще через совершенно жесткую необходимость, хоть как-то, хоть как-то, войти в кинематограф, и к лирикому счастью подвернулась такая очень интересная тема, как тема женского любительского футбола, причем тема арт-футбола. Интересно началось с того, что одна из прекрасных девушек, которая стала онлайн-другом по социальной сети Фейсбук, она, как выяснилось в процессе, была и певицей, и футболисткой одновременно. Что само по себе, с точки зрения кинематографа, выглядело очень интригующе, содержало глубочайшую внутреннюю интригу. Как это вообще может быть? Как это сочетание? Если футболист, если в обязательном порядке что-то там, ставка на скорость, ставка на мужеобразие, ставка на выносливость, ставка на умение себя постоять и так далее, и тут он, до меня, певица. Ставка на изящество, на красоту, ставка на умение работать с воздействием, пожалуйста, ставка на умение подбирать костюм и так далее. Как это все можно сочетать? Раздираемые данные претворечия, моего спокойного слуга, пришло достаточно интересное образование, как арт-лига под названием «Пампеона». И вот тут арт-лига под названием «Пампеона» показала, что они собой представляют, я должен сказать, что я был сражен просто наповал тем зрелищем, которое я увидел, и заявился, что, да, мы став фильмом в кинематографе, это будет, да, каких-то самых прекрасных девушек, которые умудряются, сохраняя свою женскую красоту, играть в футбол. И вот пошел матч за матчем, тренировка за тренировкой, награждение за награждение, жеребьевка за жеребьевкой, презентация команды и принта с груза, и в результате, где-то примерно года через три, будет фильм под рабочим надвойным, он просил с нами и не пропадет. Вот, собственно, в чем он был снят от начала до конца, на карманных книгах, там есть аж четыре постановочных сцены, четыре постановочных сцены, все остальное, это репортажные съемки, причем самое интересное, это там юмор, который есть, это юмор, который накручен, который адаптирован к репортажным съемкам. Вот это вот то, чем мы хвастаемся. И сейчас мы фильм, который мы рассчитываем на кинотеатровский формат, если сейчас речь идет о каких-то продуктах санитации на самокупанке, у нас планов смелых очень много. Один из планов смелых номер один, это постараться придумать какой-то фильм. В качестве продолжения Россия с нами пропадет, нам очень много есть идей снять что-то. Нам очень много есть идей снять что-то о других видах спорта и прочих, прочих, прочих благих намерений, но сейчас пока мы вынуждены особое внимание уделять вопросам самокупальности, вопросам подготовки нашего кинопродукта к массовому прокату. Вот, собственно, так. А теперь, пожалуйста, расскажите о вашем учебном заведении, потому что ваше учебное заведение имеет очень интересную репутацию, оно разбросано во всей Москве. В рамках моих представлений, физкультурный факультет ваш был тоже. Я был в том здании вашего института, который находится на метро Полежаевское, на месте бывшего Хадынского поля. Вот я там был. Это были вы, это не вы. Это были не мы. Мы сначала находились в Чептаново, как я уже говорила, там была педагогическая института и снижка культуры. Мы недавно, 3-4 года назад, переехали в новое здание на Чичурино, УС Чурино, ГМ1, корпус 1 и корпус 3. И называемся мы теперь Институт познания и спортивных технологий. Спорт остался ведущей, ну, скажем так, линией в нашем институте, как и был изначально. Но добавились, естественно, научные направления, это география и биология. Мы один из институтов Московского городского педагогического университета, правильно сказать, там, университет разбросан, если можно это слово сказать, по всей Москве, имеет представителей в каждом округе и имеет 9 или 10 институтов сейчас точно, не могу сказать, но, собственно, одним из этих институтов является ЕМ. Если возвращаться к теме кинематографа, то здесь, если можно, попробую тоже высказать какую-то идею, какую-то мысль. Ну, было, ну, очень интересно, как я не смотрел этот фильм, о котором вы говорили, но в вашем перескале на ревизнике, которые, ну, может быть, вопросы, может быть, они риторические. Про сюжетную линию, и правильно ли я, например, понимаю, что это была история просто одного человека в этом фильме, о котором вы показывали, то есть это такая некая документалка больше получается, на художественные фильмы или что-то вроде этого. Вот. Мы, ну, я просто продолжу, потом вы ответите. Мы же в институте непосредственно направления рекламы в связи с общественными, в котором я работаю, готовим формалистов и специалистов по медиакоммуникациям. Мы тоже делаем, ну, конечно, не кино в том виде, в котором вы делаете, ну, видеосюжет мы делаем, видеореклама, или там мы делаем в корпоративно-студенческой телевидении, вы тоже можете понимать, какое-то, да, в виде роликов или в видеоинтервью что-то мы берем. Там есть у нас один проект, который называется «Красный стул». Ребята в формате интервью разговаривают, беседуют с разумными людьми. И они тоже пытаются, как и вы, показать историю человека, наверное, в этом фильме, да, историю людей может быть даже не столько историю, сколько в некоторых передачах, не столько историю, сколько показать возможности, которые есть у студентов, пообучающихся в будущем. Вот, наверное, такие, такой вот самый яркий проект, который есть на нашем, например, направлении. Ну, и возвращаясь к моему вопросу, если можно, это вопрос про документальный у вас все-таки фильм или это там присутствует какая-то художественная составляющая? Да, художественная составляющая более чем присутствует в виде юмора, в виде творчества наших девушек, которые очень любят, как и все девушки мира, очень любят популярную культуру. То есть 10 концертных номеров, которые звучат по ходу фильма. Об этом уже рассказано по подробнее в тизере и трейлере фильма. Теперь, что касается набора гератин. В чем удивительная особенность и то, что было в местной степени предметом мук творчества вашего покорного услуги, который начал заниматься этим кинопроектом? Как определиться в данной ситуации с главным гератином? Дело в том, что если бы мы взяли какую-то одну из наших замечательных девушек, которая одновременно является и спортсменкой, и что-то пытается изобреть в искусстве, то есть то ли это художница, то ли это певица, то ли это актриса, то ли это фотомолир, как угодно, то здесь выходим немножко в другую. Раз уж вы педагог, вы должны прекрасно понимать, как только фильм выходит про нее, то сразу же ее подруги из ее собственного спрашивают. Простите, фильм вышел про нее, простите, почему фильм не вышел про меня. Особенности женской психологии. Чем я хуже? Причем спросили бы, очевидно, кто спросили бы ее подруги по команде. Ну и было такое традиционное, традиционное кинематографическое решение, на что, на чем настоятельно настаивали мои знакомые из меры кинематографа, чтобы мы взяли такие героини и показали бы жизнь этих трех героин. Классический пример. Перемьер, достаточно популярный кинематограф, совершенно недавно у нас был Красногорск фестиваль спортивных фильмов, там одна из выпускниц ЛГИК, Алина Трушина, она сняла фильм о замечательных сроках и у них фигуристках. Буквально девочек возрастом, буквально 8-10 лет, разумеется, с их мамами и с их тренерами. Она сняла этот фильм, она сумела хорошо перемешать, хорошо показать этот материал. И вот все, он переключился смотриберный. Я сам смотрел, этот фильм был показан в малом зале дома кино, мне это все очень понравилось. Да, милости просим, мы уже начали гостями публики. Хорошо. Мы уже начали соответственно камеры включаться. что я скажу, где есть? Правильно. События всегда существуют в модели. Здесь и сейчас, в том, в том, в том, что я представлю, это, если не что, это с помощью не были его места. Я бы сказал. Ну, прекрасно, да, представитель. Я Романова, собственно, это что, мне пригласится. Продолжите, мне пригласится. Безусловно. Значит, дорогие друзья, к нам присутствует головой талант и сфотографиста Юрия Бунт и госпожа Татьяна Романова. Председайтесь, пожалуйста, к первой источной известной кинематографии. Организатор кинофестиваля, международный кинофестиваль, который пройдет в Москве в здании правительства Москвы 17 мая. Пользуясь случаем, всю аудиторию приглашаем на кинофестиваль. Это прекрасно. Кинофестиваль называется Эфир. Международный кинофестиваль Эфир. Имеет двойное значение. Популяризация науки в области Эфира. Это энергетические технологии. Сохранение духовных инициаторов ценностей. Развитие культуры и искусства. Все хорошо. Это прекрасно. здесь вы видите, Сергей Васильевич, пожалуйста, в двух бумажках поставьте, пожалуйста, ваши координаты. Да, потому что это есть требования организаторов. Они нас очень сильно любят. Сергей Васильевич не даст область. Юрий, вы отошли на очень интересном моменте. Я как раз рассказываю о том, как я пришел к новейшим версии кинопроводства под названием Россия с нами не пропадет. Я остановился. Я остановился ровно на том моменте, что если бы я Россия с нами не пропадет, сделал бы на одной лучшей авертазии, на одной десу персонифицированной героинь, с ориентацией на все герой, как мне советовали ваши коллеги из церкви кинематографа. С ряда точек зрения это было бы именно лучшим решением вопроса. Ну, повторится, потому что их девушки, подруги по командах их бы просто не закрывали. Возник бы закономерный вопрос. Владислав Тадеевич, почему вы делаете фильм про них, почему вы не делаете фильм про нас? Более того, более того, был у вашего покорного слуга в самом начале развороты кинопроекта, тогда, собственно, первого года это все было, была попытка сработаться то с одной, то с другой, то с третей. Все закончилось. Да, в данном случае, прекрасным юным футболистам, которые еще были представителем творческих профессий, все они три были одновременно певицами, все они три еще играют в футбол, у них резко по-разному сложилась судьба. третя. Нет, это похоже в фильме, это похоже в фильме, в фильме, это похоже в фильме. Ваш пракомный слуга столкнулся с достаточно ненужным творческим образом, каким же образом я строю сюжетную линию фильма дальше. Что мне помогло? Мне помогла ставка на юрисовизм и помогла ставка на работоспособность. Что имеется ввиду? Терпение труд, терпение труд? Нет, имеется ввиду не это. Еще к этому было придобавлено здоровое нагрузки, здоровое кинематографическое махарство. То есть везде, где только можно, где не очень можно, вот эти вот съемочные средства. И съемочные средства, аналогичные к ним, они появлялись, вместе с вашим покорным слугой. И они что-то снимали. Что-то снимали из жизни юных футболистов, например, награждение, презентация команд и т.д. Ну и вот так получилось, что, соответственно, с одной стороны, по итогам многочисленных светских раутов, это прежде всего, оставались обильные материалы. Ты можешь выглядеть все, что угодно, в том числе, что я очень сильно ценил. Это материалы концертные мои. Я очень люблю делать все в том, что я именно, начиная со времен, простите, своих пионерских лагерей, очень сильно выпил. Вы знаете, эти пионеры? Да, да, да. Дорогие зрители, я 67-го года рождения. Сейчас видели它 vida céu? Да. И мой первый пионерский лагерь состоялся у меня в мои 10 лет, в августе 1977 года. Он был такой себе, поскольку это был в окрестностях моего родного города. И роскошный пионерский лагерь, то, что я вспоминаю, с утонением до сих пор, состоялся у меня летом 1978 года. Это был пионер-лагерь «Кавказ». Он, как ясно, стоит из названия, находится на территории Черногорского побережья Кавказа, не подалеку от всесоюзной курортной мигки под названием «Лазаревская». Вот это находился вот этот коммерческий лагерь «Кавказ», который я вспоминаю с купоением, это у нас был каждый второй вечер проходили какие-то интеллектные праздники. А если сейчас, по возможности, что я просто чикар, как бывает, структурируется вообще все, да, вот и поездка дня? Поездка дня очень простая. Я сейчас отвечаю на вопрос Дмитрия Викторовича, собственно, до конца, а вопрос, как возьмите наш фильм и что из себя представляет, а вдруг Россия с нами не пропадет. Как фильм возьмите? И что мы с собой представляем? Хорошо, а можно так вот попорядку идти, да, вот фильм, допустим, сам фильм уже есть? Так, да, с вами фильм и условия есть, и рабочая версия создана, но этого было показано в одном из краснодарцев фестиваля спортивной мигки. А есть ли она, скажем, вот где или с ней можно познакомиться? Все тизеры, трейлеры и все открытые формационные материалы в открытом доступе я вам уже прислал. Теперь смотрите, вот какое правило из-за счета у Гайдая, да, есть такое выражение. Если это можно сказать образом в кинематографе, да, вот скажем, мы говорим о яблоке, да, у нас есть два варианта, либо показать яблоко, либо говорить о нем. Как вы думаете, что поймут китайцы, если, скажем, китайцы, японцы, немцы, у них спросить по-русски наушники, они поймут, что мы им скажем? Гербаль будут. Нет, а что нужно сделать, чтобы они поняли? Им показать. Показать, да. Поэтому, когда я прошел, значит, в вашем фильме, да, видел я или не видел, вот представьте, что вот наш, допустим, зритель, он не видел. Больше бы это было бы правильно, если бы мы сейчас уже посмотрели бы вашу работу, потому что когда, да, хотя бы тизер, на смартфоне, потому что когда спрашивают об этом, допустим, подопечник, как его зовут? Дмитрий. Дмитрий, да? Можно говорить, что он... Ой, не является ему подопечником, я не знаю, ну, на... Ну, не об этом, я, например, я предполагаю, что это было. Смотрите, мы распекаем сейчас вот разговор. Сейчас очень важно показать этот тизер, да, о котором идет речь, то есть, рабочая версия, которая была начата, столько было проделано, но она не была, допустим, закончена, предположим, эта работа, да, и что мешает это сделать. И первое, что нужно увидеть, сперва ее увидеть, о чем идет речь вообще. Потому что вот эта вся история, что там потом произошло, когда мы начали снимать и так далее, это уже кино не имеет, это уже как бы побочный эффект. Это наушников не имеет. Нам, конечно, в честь, нужно посмотреть наушники, да, то есть этот фильм, поэтому есть предложение, вот, рабочее такое. Трейлер, покажите. Тизер. Ради Буга, трейлер или киллер мы сейчас в обедакном порядке покажем, чтобы скорее всего... Вот прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Сейчас, я, конечно, не знаю, но я все-таки позволю себе закончить свою мысль, как им возникло все-таки нынешний сюжет на канвафильме, добротворительные вопросы. Поверьте, вам предстоит, я можете показать, что... Да, но надо сразу уточнять, сколько минут это будет еще длиться просто. Моя речь с вами на две-три минуты. После этого тизери трейлер, а также ролик приветствий, это тоже самое под две-три минуты, ролик приветствий в день. Отлично. Как? Приветствия, ролик приветствий? Ролик приветствий, да, ролик приветствий, но... Очень длинный, значит. Нам уже... Ну, Василий, сейчас будет специальный дом. День, он... Старайтесь на то, чтобы посмотреть, какой будете приветствовать этот фильм, нам нужно. Нет. Вы понимаете, мы с тизера начнем, поэтому сейчас закончим мысль, которые... Я просто пытаюсь... Понимаете, я режиссер, и мне очень важно, вот, если этот эпизод будет длиться две минуты, я еще посмотрю, но если он начинает длиться 12 минут, и я теряю нить, то я говорю, так, стоп, о чем идет вообще разговор? Я говорю, у вас есть следующее правило, да, либо мы выключаем этот телевизор, вы просите, чик, и переключаем канал передачи, да, либо мы теряем-теряем зрителя, 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 который, допустим, здесь сейчас условно. Окей, вы меня обосновляете, я сейчас закончу, как можно будет... Вы меня обосновляете. Я заделся в трех герлине, и я в один прекрасный момент решил дать волю здоровому нахальству, и, соответственно, начал снимать все подряд, и к одному прекрасному моменту у меня находилось 30 часов материала, дальше у меня находилось 40 часов видеоматериала, это где-то тот, а потом я остановился на простом сюжетном стержне, герлине обобщенная, коллективная, 70 подписанных герлинь по ходу фильма, это пункт второй, и максимальное количество концертных номеров. И очень простой стюдер, дело, что в футбол приходит, проходит через все серии, то есть жеребьевки и тренировки, первые удары по мячу, различные проявления жизни футболистов в сети радостных и не очень радостных моментов, далее идет соревнование, далее идет награждение, и далее идет прощальная, финальная песня. Вот Дмитрий Вальторович, я постарался ответить на ваш вопрос, фильм выглядит примерно так. Да, я надеюсь, я постарался делать это по-моему более быстро. Вот, а не я. Россия с нами не пробовала в сети, он находится в открытом доступе. Уровен, приветствую, тело-минус. В очередном чемпионате города Саратов по горным лучшим победителям стал Васильев, который пришел к финишу значительно. Я даже танцевал с партарем одной из команд. Когда-то он там, ты давно. Ты правда, совсем не давно. В Союзе мы были нашими спортивными командами и коллегиацией. У тебя все данные, которые в модели пригласили, отправляющиеся на чемпионы мира, я не стигираю. Здесь академия упакована, а я не вижу, что это пляжный футбол. Поступали студенческие игровые поддержки. Я применяю всего 1-3, да, команды КВС. Это самый противый человек в на свете. Значит, спортсмены, а очень другие, и есть невозможно снять. А что это сейчас? Комплект. Что это? Это первая минута, а мы это приветствуем. Самое ценное в нашем мире это время. И время должно переводиться в продукт. Так. Ну, конкретно. Идея у вас очень хорошая. То есть, мы с вами познакомились на фестивале, я вот нашел время, чтобы приехать. Мы с вами познакомились на форуме. 1 марта, первый день весны. Первый день весны. А, где это? На эти форумы, да? Значит, и я уже здесь. Значит, давайте просто... А вот продолжим путь. Нет, у меня есть предложение. Мы очень много делали. Давайте познакомимся. Нет. Решите, я сам уже сказал. Я президент некоммерческой организации под названием Ассоциация граждан 21 века за развитие следствия и следствия. Она зарегистрирована в День Юсти. Официально я являюсь организатором. То есть, я заключил договор с Ресурсовским центром организатора. Да, да. А Ресурсовский центром организатора где? Здесь. Вот где у вас сейчас организатор. Для некоммерческих организаций, можно я поясню для встречи? Да, да, для некоммерческих организаций теперь имеют право по Москве и Московской области, где по локациям получают бесплатно право на проведение разного рода мероприятий. В городских центрах, в ресурсных центрах. По Москве, например, для социальных нужд, только для пенсионеров 82 таких центра. Для НКО по Москве. Для НКО в каждом районе Москвы тоже располагаются по нескольких таких роскошных центрах. Они оборудованы абсолютно всеми необходимыми средствами. И все мероприятия можно проводить непосредственно здесь. Что мы и делаем. И давайте мы переключимся еще раз. Значит, вас зовут имя. Меня зовут Сергей Васильевич Иванин. Иванин, организация НКО называется Ассоциация граждан 21 века за развитие светской стихии и муманистов. И какие проекты у нас стоят? Значит, у нас наша деятельность это образование, просвещение, продвижение светской культуры, продвижение конституционной свободы совести, продвижение идей гуманизма и идей конституционализма. Если в краткой, благодарной форме, это проведение диспутов, круглых столов, семинаров, направленных на продвижение противодействия радикальной течении различных религиозных обстоятельств. Это государственные конфессиональные отношения, уважение. А вы знали, что это зарегистрировано? Мы зарегистрированы уже 14 лет. И в ровне 14, сейчас я уже приврал. Это был 14-й год. Значит, 9 лет. Вопрос сразу. В течение вот этого последних квартала, который сейчас прошел, у вас какой-то прайкчер был? Буквально вчера мы провели, я был соорганизатор, а вторым был соорганизатором, это университетная религиозная цивилизация Нижериновского. И третьим соорганизатором был это клуб здравомысля, это медийное... И сразу же походу, можно познакомиться с этим? Да, конечно, я сейчас оправлю вам. Есть видеоматериалы, есть текстовые материалы. 160-летие со дня рождения Владимира Ивановича Ивановича Ивановича. Ну, прекрасно, прекрасно. Вообще, юбилейный бург по Вернадскому, да. Между прочим, мы можем вас пригласить к соучастию в проекте привлечения денежных средств. Москва, правительство города Москвы выделило земельное участие для установки камень к Вернадскому на проспекте Вернадского. Там все это определено, есть проект, согласованный с Москвой. Требуется элементарный скульптор, все полностью разработанность и документация. Российская Академия Наук это все разрабатывало, вложив свою часть, я-то так, и требуется финансирование. Если мы с вами в НИФТе подключимся и привлечем спонсоров, это будет великое, величайшее дело, как бы, и Москва обретет такой вот памятник. Да, давайте подключимся, у нас все официально. А это Российская Академия Наук, мы предоставим вам проект. Мы с вами преподавали, так же. Так же, да? Вот видите, вот мой коллега, Московский грандской университет, я тоже являюсь. Ну, тем более, тем более, у нас очень много направлений. Это то, что нужно. Теперь смотрите, просто предмет. Если приходит режиссер, он должен не говорить, он должен показывать. То есть, если у него есть возможность на экране что-то показать, он должен это делать. И вот я хочу показать то, что вы продвигаете идею светской культуры. И мы сразу говорим, посредством чего, да? Посредством диалога, общения, книги, значит, условно, литературы, кинематографы, возможно, и так далее, да? Ну, прежде всего, общения. И вот, а кто потребительным является? Молодежь, да? Я думаю, старшее, среднее, допустим, поколение. И вот теперь мы касаемся инструментарием. Каким инструментарием? Есть ничего. Вот, допустим, есть такая форма, такой жанр культуры, как... Нет, культуры, как порези. Да? Порези, проза. И сегодня нынешнее поколение нужно подсчитывать меньше. Оно в основном только клиповое такое. Да? Она смотрит. И все события разворачиваются, борьбы за умы, за ее культуру. Где сейчас? На каком носителе? В интернете. Вот в интернете, да? То есть вот сегодня вот на свадхозе. Вот это платформа, на которой мы сегодня, прокачиваются наши мозги. Вот здесь вот, на этой платформе. И, следовательно, нужно уже говорить не кинотеатр, а смарт-театр. Если можно правильно говорить. Почему? Потому что 90% всей информации будут даже уже в кинотеатр перестать приходить. Мы уже довольствуемся тем, что мы берем айпад какой-нибудь, да, просто его перетим и смотрим вот здесь это все. И стереосистема вот у нас вот здесь. Наушники, да, либо поменьше, побольше. Ну, мы отсюда довольствуемся уже продуктом. И, значит, нужно научиться заказать вот на этот продукт и нам с вами коммуникатировать в сегодняшнем поколении. Молодым, средним, там, старшим. И вот мы вложили такой проект, называется, я, честно, автор такого проекта, кинопроекта, киномелодиекламация, где кино, поэзия и проза с музыкой единой. То есть кино, поэзия и проза с музыкой единой. Почему именно по кино я потребил сейчас? Потому что кино – это не видео, это жанр искусства. То есть оно подразумевает актеров, режиссеров, драматургии, музыка, сценарные планы. То есть это вид искусства. И вот здесь вот мы сравнили, и это первое. Второе – оно очень образно может представить то или иное поэтическое произведение. А теперь как побудить школьника, допустим, читать поэзию? Он не любит сегодня поэзию. Почему? Потому что либо огоре иудоносит ему, то есть не приливает любовь, допустим. Я бы не сказал, что у нынешних школьников не любят поэзию. Замечательно. И так, как положено, у нас есть две версии. Одна версия – любят, не любят и просто не знают. Ну, просто не интересуются. И вот как раз в этом случае у нас возникает тогда хорошая возможность донести, допустим, поэзию в современный формат. Каким образом? Вот у нас есть фильм, допустим, «Легенды 17». Он очень нравится молодежи, они его знают. И если сегодня взять простым кубиров из спортивной среды, то кого мы там знаем? Татьяна, кого вы знаете из последних фильмов, которые вы смотрели? Вот самый знаменитый. Ну, наверное, Васильевич Гинский, то, что снимал. Как он называется? Вратарь Яшин. Яшин. Или последний фильм, очень яркий, был «Легенды 17». Ну, там кто? Фетисов, Харламов. Да. То есть, вот мы открываем, допустим, журнал, да, и с появлением пюр-кода, мы можем уже озвучить это стихотворение, оно может зазвучать. То есть, вот мы берем учебник школьный, образовательный, просто вот буклет, да, что такое буклет. Мы знаем, что у нас есть уже дисковод, вот он, да, там уже не нужно давать компанию дисков, достаточно нам дать просто вот этот вот бумажный листок, направить наш дисковод на пюр-код, и у нас появляется картинка здесь. Теперь нам нужно понять, а что же мы хотели посмотреть? Итак, когда мы берем Козловского «Легенды 17», мы знаем, что этот образ уже раскручен. в частности, это герой фильма «Легенды 17», где он играл кого? Харламов. Да, вот Харламов. Итак, но Валовеш говорит не Харламов, а он говорит, о, это же Хозловский. Итак, они узнают Козловского. Рядом с Козловском мы размещаем Харламова, которого он играет. И благодаря этому, да, мы просвещаем, через Козловского просвещаем Харламова, то есть, говорим, это Харламов. Теперь нам нужно рассказать историю про Харламова через Козловского. И мы должны знать, что Козловский не Харламов. Он играет Харламова, но он не Харламов. Это очень важно. Это кинематографический, или только образ. Это очень важно понимать, чтобы они понимали, что когда мы влюбляемся в хоккеиста Козловского, который играет в Харламова, нужно понимать, что это актер, а не хоккеист. И все ладры, которые достаются потом актеру за то, что он играл в хоккеиста Харламова, и мы влюбились в хоккей, достаются потом Козловскому, это не совсем правильно. Но такова судьба актера, поэтому стремится стать популярным, и таким образом свою популярность он монетизирует. Но через кинематографический образ мы узнаем о хоккее, мы узнаем о борьбе, о тех событиях, там очень патриотичный сюжет. И теперь, благодаря этой истории, мы поднимаем литературное произведение, которое написал когда-то Роберт Рождественский. Оно называется «Победитель». Теперь победителя можно славить стихами, а я же запомнил его и воспринял тогда, когда пролежал на последнем дыхании, на нулевом, за которым уже темнота. И идет дальше это стихотворение. Очень яркое, емкое. И стихотворение – это маленькое кино, которое позволяет в вожатой форме образами донести смысл и побудить. И у нас две формы подачи этого стиха. Мы приглашаем актера, который читает красиво, дипланирует стихотворение, чтобы побудить. А вторая возможность, когда мы не имеем этой возможности. Но, потому что актера мы не можем дублицировать на все площадки. В этом нам помогает кинематура. Допустим, у нас нет проектора, но у нас есть только вот это пособие. Мы берем просто, наводим, значит, кверхот через мобильный телефон и… Можно теперь предителя славить стихами, а я же влетел и запомнил, когда он побежал на последнем и не сдержит дыхание на нулевом, за которым уже не сдержит. Мы об этом не знаем, а именно глаза за очки, которые мы просто одеваем. И мы сразу окнаемся уже в образ максимально туда. Вот сегодня это уже на пароль. Сегодня зритель пойдет уже не будет ходить в кинемат. Он сегодня будет просто одевать очки и получать такой же эффект, даже круче, нежели кинемат. Это уже однозначно. И это ждет телевидение в том числе. Мы увидели, как телевизор ушел в смартфон. И сегодня кинематограф, то есть кинотеатр тоже войдет в смартфон. Благодаря тому, что мы оденем очки, мы сможем через виртуальный мир погружаться в эти образы. И значит, там развернутся еще большая баталия за умы граждан, которые проживают на территории РСФСР. То есть, точнее, Росфинской Федерации. Голос, который вы слышали, это голос Юрия Волта. То есть, вот чем может творческий человек поделиться? Прежде всего, ну, своим планом. Режиссер снимает картину, вот я скомпилировал ее. Дальше мы ее озвучили. Рождественской подарил это стихотворение. Кинематограф, который был затрачен, были огромные деньги на то, чтобы снять с «Легенды 17», послужил в экранизации стихотворения Роберта Рождественского. И мы создали благодаря этому вот такой вот продукт. Теперь мы можем его удешевить. За счет чего? Когда мы создаем вот такой буклет, и вот этот образ Казновского, который знают все, да, молодежь сегодня, вот мы его размещаем, называем это произведение «Победитель», «Керкот», и мы просто по итогу нашей встречи раздали те буклеты, либо во время мероприятия раздали буклеты, и общаясь с ним, говорят, так, сейчас работа номер 17, допустим, номер 25, «Победитель», то есть это дает вам возможность, когда вы будете просвещать, если выступать в аудитории, очень современно, используя современные технологии, быстро очень доносить свою эмоцию, да, показать, что вы хотите и так далее. И в этом вам может помочь кинематограф. Я еще раз вернусь к этой истории с Казловской. То есть деньги были уже затрачены, фильм уже был снят, они уже заработали свои деньги, и с этого момента все вообще вопросы афрского права, они должны вообще по идее быть сняты. Все, деньги заработаны, все. Теперь служите, пожалуйста, обществу. Ну, если они на это согласятся. Нет. Вот государство должно сразу сказать «нет». Почему? Вот постараюсь объяснить эту вещь. Потому что, когда вы заходите в интернет, это все в доступе свободном находится. В свободном доступе. Вы заходите в YouTube, там фильм «Легенда 17» находится в открытом доступе. Риторический вопрос. Если это в свободном доступе, и любой можно просто взять и спокойно посмотреть, уже не платить за это никакие деньги. Ну, просто не надо платить. Значит, если мы хотим, чтобы это послужило в образовательной сфере молодежи, если это носит именно гуманитарное русло, то есть оно популяризирует поэтию, поэкорто-рождественской, когда позволяет коммуникатировать с молодежью, о чем мы еще говорим? Более того, здесь еще зазвучала музыка, что тоже очень важно. То есть они слушают не какой-нибудь тяжелый очень рэд, да? А музыку вы подобрали? Конечно. А, замечательно. Да. То есть, вы тоже... Ну, если там смотреть, по-моему, это музыка... Я получился новый, в принципе, продукт. Да, известного композитора Ганса Циммера, условного, я не знаю. В одном из произведений артельного музыка, в другом – Прокофьева. Ну, это дает возможность создать еще один самостоятельно образовательный, просветительский продукт. Вот, просто. Соледанный. Ничего не используется. Вот. Это как один из элементов. А теперь еще стороны, вот когда была задача режиссера, а если мы хотим свой создать контент, ну, тот говорит, ну, нет, мы не даем такого. Ну, ладно, хорошо. Вот. А чтобы легче его воспринимать, нам нужно его будет визуализировать. Ну, понятным образом. И мы пошли самым дешевым способом, самым менее затратным. Мы взяли то, что уже существует, и создали контент. И мы включили его вот просто в журнал, и вот одно из направлений. И такие вот произведения у нас, вот, фильм «Осква слеза мне верит», дальше «Кинематограф в Болливуду» тоже послужил, «Титаний», который был лет 20 назад снят. Ну, и все, вот он был снят. Пожалуйста, пускай он расскажет стихотворение «Сердцебеяния небес». Люди послушают на своих, послушают на своих кумира, послушают красивую музыку и красивые тексты. Вот. Пушкина, Иосиф Бессерионовича, Сталина, если надо, вот у него здесь произведение «Чаши», да, там «Хроника» куда-то положили. Лана Гуль, которая когда-то принимала участие в фильме «Ален Кросса» лет 50 назад, может быть. Он сегодня не является кумиром молодежи, но это как сказать. Ну, как сказать, да. Как сказать, да. Если бы молодежь видела 90-летнего Ланового, сработала бы обратная реакция. Потому что, ну, молодежь, ну, молодожь приемная, ну, это же логика просто. Но Лановой, смотрите, какой красавец. А я, когда вот создавал этот продукт, я смотрел с позиции не 5 лет, не 10, а нас с вами нет, 300 лет спустя. Правило авторских прав, оно, значит, длится, по-моему, их пределом 50. Ну, временные, имеет временные. Ну, пускай столько. Какая разница? Я не хотел бы, чтобы поэзия, она осталась, потому что она напечатана на бумаге. И она попала в мое поле зрения, я взял просто, его соединил, визуализировал и создал контент. Я знаю, что через 300 лет этот продукт будет интересен, как, возможно, молодому человеку, который просто, если он еще будет на этой планете Росквецель, он скажет, вот он может зайти в библиотеку, взять это, и оно у него может зазвучать и рассказать о нашей с вами эпохе и так далее, в современной форме. Вот. И касательно теперь ваших работ. Вот я посмотрел с точки зрения вот именно режиссерской, да, говорю, в чем интерес? Во-первых, это архив, уникальный архив, который можно очень хорошо использовать. Но его нужно и преподносить соответствующим образом, как архив. Скажем, архивный материал, который был создан в семнадцатом, условно там, в семнадцатом году, начало двадцатого века, он с точки зрения кинематографии никакой просто. Никто бы сегодня не хотел бы и не смотрел бы это кино, но его смотрят, потому что он архивный. То есть нам интересно посмотреть на себя таких любимых, да, на наших прапора дедушек, прабабушек, какая была тогда эпоха. И нас это держит, наше внимание это держит, потому что это имеет прямое отношение к нашей культуре. Да, да, да. Собственно, любая спортивная репортажная видеопродукция является архивом. У них уже архивы, уже с этой точки зрения интересные. Да, и я вот увидев этот вот архив, я понимаю, что с точки зрения именно архивного восприятия это интересно. А уж как это, создать это с художественной фишкой, это уже задача, вот для этого есть, режиссер художественное кино, да. А вот моя идея состоит в том, что я хочу сделать художественно-документальное кино. То есть, что имеете в виду? Вот у нас есть, допустим, мы снимаем кино, да, вот приходит официант там уже, допустим, или медик. Я говорю, а чего мне привели актера, который будет играть медик? Давайте мы возьмем медика и снимем его за процессом. Ну зачем нам Лабра отдавать медика человеку, который не имеет никакого отношения к медицине? И что только потому, что он может стать один белокалатом, мы с ним заключили договор на то, что он не возражает, что его лицо будет использоваться в этом гинематографическом образе. Но, когда я вижу, что он не медик, то и кино это не имеет особой, вот по Станиславскому это очень такое кино, когда актер не вживает в себя. Потому что школа, актерская сейчас упала очень хорошо. Мы сегодня от фактуры больше работаем, а у него содержание уже ушло. Поэтому раз говорю, ну раз так, так мы найдем нормальный медика, официанта там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас вот повернулись в обратном направлении. Берем документально и передаем документальному продолжительству. В Московском городском образовательном университете я работаю доцентом, преподавателем на образовательной программе «Спорт», потому что на лице коммуникации в спорте. Кроме, понятно, занятий и дисциплины, то, что мы делаем, у нас куча проектов, начиная с студенческих в первых курсе, достаточно мелких, интересных локальных проектов, ну только чтобы обучить ребят, так и есть уже взрослые проекты, в которой роль след мы вместе с ребятами сделаем. Это есть российские конкурсы, фестивали по медиа, по рекламе, по журналистике. Есть у нас собственное СМИ зарегистрированное, которое может прилично работать. Два года оно работает, уже вышли на самоокупаемость, вышли… Это электронное или что? Электронное, электронное, да. Ну, печатать сейчас и раньше было не участвовать, а сейчас и совсем нет. И мы начали в прошлом году, если уж мы про кинематографию говорим, опять же я говорил, ну, наверное, не формат кинематографа, но формат видеоинтервью, насмотревших всех известных видеоблогеров, идем сейчас, как у нас называется «Красный стул», это формат, опять же, интервью, и, наверное, даже беседы с различными гостями, которые помогают и рассказывают студентам, обучающимся о каких-то аспектах профессии, например, которые есть. Про успех не могу ничего сказать, на мой взгляд, и художественные стали, на мой взгляд, это очень неплохо получается, расходится там по сети, набирают, посмотрят ребята. Вот если в двух-трех словах, и буквально очень коротко. Как бы, мне, например, было здесь сейчас послушать, и я подчеркну на себя идею «Спасибо». Очень интересная мысль именно в таком же формате подавать. Да, да. Потому что, по-моему, мы используем, как журнал, печатное именно издание, уже мы не рассматриваем, но как презентационный материал, очень хорошая штука, с переходом на видео. Да. У вас как-то каталог, реально? Да, да. Потому что мы либо видео, либо печатная продукция, сочетание такого очень редко встретишь. Вот. И мне, например, было интересно послушать новых идей набрать для последующих проектов. Потому что мы не стоим на месте, у нас каждый год появляется что-то новое, мы пробуем все время, что-то зайдет, что-то не зайдет. Но вот выстроил пока только три проекта. Какие-то? Всероссийский форум, который у нас, ну он уже международный, у нас три страны там, ну понятно, как страны от Средней Азии участвуют, и один все равно или поздно выйдет там подальше. Вот, больше ста заявок у нас на этот форум. Ну, среди школьников старших курсов. Что-то не сказали. Их больше, чем студентов. Вот. Еще один проект, это вот МСЮниверс. Это СМИ, которая выстрелила тоже, и там каждый день посещаем до 3-4 тысяч молодежь, потому что ресурс направлен исключительно на молодежь, там от 18 до 30. А какая платформа? На какой платформе вы открываете? Просто сайт-сайт? У нас свой собственный сайт и ВК, естественно. Не знаю. Но я бы хотела спросить, ТикТок на каких еще? ТикТок просто раз не придерживается законодательства Российской Федерации. А они запрещены? Нет, ТикТок не запрещен, но они запретили выкладывать им. Они отключили просто Россию от того, чтобы публиковать там. Поэтому нужно использовать специальные программы обеспечения. Это то ли запрещено, то ли не запрещено. Просто никто не знает по тому, как аукнусы может. Да, и мы используем только контакт, и пока разрешено еще YouTube, для различных историй. И вот третий проект – это «Красный стол», который изначально задумывался как корпоративное телевидение. Внутреннее телевидение. Да. Или там корпоративная новостная служба. Но вырос именно в формат интервьюирования различных людей. И туда уже даже в очередь иногда стоит. «Красный стол». Потому что и ректора у нас там… Ну понятно, медийные лица для университета тащили, тянули туда. Ну да. Вот. И после этого там уже и проректор, и директор институтов, и антурсов, и студенты, и активисты. Да, то есть с активной жизнью мы готовы. Очень хорошая штука. Отлично. Ну вот. Ну вот. То есть и город в процессе проекта. Ну, может быть, даже у нас будет возможность посетить вашу платформу. Ну, я имею в виду, вот ваш вуз. Чтобы я не представляю. Ну, во-первых, мы действительно посмотрим эти проекты, посетим платформы, посмотрим контент, а потом уже встретимся с вами. И пригласим их в рамках кинофестиваля. Я очень большое внимание всегда уделяю молодежи. То есть вот дать возможность молодежи вот коммуникацировать. Если говорить про молодежь, вот на нашей программе у нас есть режиссер. Ну, параллельно. Учится параллельный режиссер, актер. Он же и актер. И у нас учатся параллельный оператор. И куча параллельно обучаются фотографиями. У нас там все актеры запомнятся. В зависимости от фильма. Этот уже играл. Этот уже играл. Ясно. А у вас факультеты какие-то есть специализированные или как? У нас образовательная программа. В институте. В институте, ну, раньше факультет, сейчас институт. А агрегаторы разных направлений подготовки. И у нас есть и физическая культура, есть педагогическое образование, география, геология. И есть медиакоммуникация, спортивная. У меня первое образование. Я закончил академию физического воспитания и спорта специализацию у меня шахматы. А где? В Минске. А я в обувь закончил. В свое время. Вот. Поэтому, как бы, коллеги и мне когда-то спорят, вы. Они говорят, какой успех. Я такой улыбаюсь, просто такую паузу выдерживаю, да. Потом просто такая тишина такая столбовая просто. Вот. И я помню, в свое время наш преподаватель, Ярошевич такой был, Валерий Владимирович, сказал такую гениальность у нас и тренинг. Это многоигранная. Это психолог, и это, и это, и это. И вот умение вот коммуникатировать всеми этими знаниями, дает возможность очень уникальной. Поэтому, имейте это в виду. Тема спорта мне очень интересна. Потому что я бы хотел, чтобы она была также отражена в кинематографе. Именно вот это направление. И вот даже здесь я именно нашел две работы. Тренер называется и победитель, который есть в эти работы. И если вот на вашей платформе можно будет экранизировать что-то, какой-то интерес такой вот, будет правда? И зрителей по четыре тысячи в день мы можем как бы совместить проект. Нет, ну там можно будет, допустим, точка такая на кафедре. Просто раньше поэзия, если помните, в начале шестидесятых, очень популярная, она звучала, помните, в политехнической, в Тушенке, ну вот тогда, в то время это было очень модно. И если сегодня поэзию соединить с современными технологиями, она очень может быть популярна. И если сегодня ее заявить на какой-то из платформ, то выиграет тот университет, куда придет, допустим, условно, Голд, Козловский, и просто с дипломацией ее состоится, и вы, естественно, звучите. Тут много формы вообще подачи и популяризации. Мы всегда пробуем что-то новое, чтобы вдруг… И это общественное объединение, оно может тоже очень здорово подключиться. Можно наград подать. А вот у нас с вами вообще просто поле деятельности от культуры до науки через физкультуру. Знаете, как тренер, это еще по всему очень хороший менеджер и организатор, да? То есть там дисциплина не сбыл. Я вам сейчас покажу просто в одной из работ, это уже по вашей части. Вот я просто взял… Смотрите, суперзвезды могут быть разные, да? И вот одна из суперзвезд. Мы взяли, значит, книга «48 законов власти». Как вы думаете, кто лучше всего, когда вы будете слушать вот эту, допустим, условно работу, да, кто может… Кто из спортсменов может лучше всего охарактеризовать именно этот закон? 48 законов. Персональный? Да, вот персональный. Нарочист. И Спасман. Валуев. Да, и Спасмин. Карелин. Карелин, Валуев. Как его называют? Фетизм все. Больше никто не думает и декламирует. А кто еще есть? Кабаев? Кабаев. Кабаев, она молча решается вопрос. Не будет чеканить. Да, вот видите… Причем лучше всех. Вы знаете, ни один из тех, кого мы сейчас упомянули, не может это сделать. Я сейчас покажу. Почему? Потому что… Посмотрите. …пределенность формы. Обретая конкретную форму, имея наглядный план, что вы откроете себя для нападения. Вместо того, чтобы принять форму, которую смогут атаковать ваши враги, приспосабливайтесь и будьте в постоянном движении. Ваш голос. Конечно. Примите тот факт, что нет ничего определенного и не существует установленных навсегда законов. Лучший способ защитить себя – быть текучим и бесформенным, как вода. «Никогда не ставьте на стабильность или длительный порядок. Все изменяется. Все изменяется». И спортсмен, и политик – это более глубинное проникновение в суть. То есть мы понимаем, что за этим стоит. Вот эта текучая форма. Политикам все время… Если вы просчитываете и уже знаете многоходовку, то вы можете его встретить за углом и поймать его на этом. А вы должны все время быть текучим. И кого вы берете? Вот берете книгу «48 закона класса». Вы пролистываете. Классная книга. Хорошо бы ее почитали. И кого вы берете как персонажа? ВВП Путина. И вы показываете, что он очень хорошо олицетворяет именно вот этот элемент. Это один из моментов. Это один из моментов. Вы можете усилить, сделать и воду, и это, и это. Вы можете кого-то ищете. Я просто как… Вот вы все равно должны опираться на звезды. Вот если бы мы эту историю показали чисто на дюдаистов, она бы не была вот так глубоко вот… Вот этот вот именно… И, конечно, еще очень важно в кинематографе, поэтому я вас буду об этом тоже просить. Когда мы будем представлять эти работы, кино позволяет отсекать внешние раздражители. То есть мы заходим в зал, садимся, и мы как бы готовы к восприятию информации. Информация не должна вот лететь, как по телевизору. Мы жарим что-то там, варим, все это проскакивает и ничего не понимаем. Говорят, и посмотрят, но ничего не понимаем. Когда мы заходим в кинотеакт, мы садимся и уже посвящаем свое время два часа осмысленной какой-то серьезной работе. И если туда зайдет уже режиссер, то он, безусловно, увидев вашу платформу, мы можем сделать с вами контент касательно вашего образовательного какого-то предмета. Я за любой кипиш, кроме голодовки, коллеги, извините. Да. Мы вот разговаривали про идеи, что сделать день спортивного кино, но может быть и не только спортивного. Мы в преддверии кинофестиваля можем провести отборочный тур на вашей площадке. Вы можете прийти в ваш спортзал и снять, у нас есть история, она небольшая такая, крактометражный фильм, снять именно на спортзале. Это называется «Тренер». Я готов. И вот поучаствовать, вести со всем, с кем нужно. Контакты все есть. Это настоящий тренер, настоящий учащийся. Спасибо. Мы очень рады, что кинопроект «Россия с нами не пропадет» отрабатывался в режиме регулярного дефицита критической массы. И дали очень ценные советы по стратегии развития данного кинопроекта. Сотрудник кафедры концептуальной анализа и проектирования Московского физико-технического института. То есть, вообще, диапазон-то… На однажды… Не диапазон, и в один прекрасный момент, я очень много писал на историко-географические темы, собственно, на почве чего я с Сергеем Васильевичем познакомился, познакомились на почве историко-географического проекта «Кондики-21», по ходу которого у меня возникло очень большое желание сделать хоть какой-то старт в кинематографе. Ну и, собственно, «Горе судьи» подвернулась к теме и для уничтожения с женским и любellsским футболом. В целом большому счастью мне в фильме удалось провести параллель. С одной стороны, между женским футболом любительским и женским футболом профессиональным. Эта параллель звучит, аж 30 секунд, аж два эпизода. Но она звучит… И, в несколько более роскошном виде, звучит параллель между женским футболом temptation желез no son blanceeeee и женским футболом, скажи так, пролетарским. Пролетарство имеется в виду, это когда угрозят совершенно адыкновенные девушки, в общем случае представители абсолютно разных профессий, необязательно творческие. Это вот тот случай, когда я подхожу к картине «Квадрат» Малевича, и я вот смотрю, и я понимаю, что это гениально в том, что ты уже фокусируешь на это внимание, уже столько лет человечество это делает, пытается разобраться в ней. Ну, не важно, главное с ней смотрим. Если касательно вашего продукта, я просто пытаюсь структурировать это все, я вижу архив, я вижу очень интересные творческие люди, просто творческие люди, которые любят играть в футбол. И если рассматривать футбол как среду и такую платформу, которая позволяет выходить в командный дух, допустим, коммуникация, быстрое принятие решения, выход из этих помещений, в котором люди просто сидят, где-то там просто загнули на какие-то свои депрессивные состояния, они имеют возможность выйти. А атотворческие люди, ну почему нет? Знаете, что я сделал? Я, наверное, еще раз посмотрю вашу работу внимательно просто. Потому что мы рассматриваемся только приветствия, оно тяжелое такое, а работу не видел. Потому что, да, я первый, потому что я увидел материал. Который. Немного людей. И. Продолжение следует. Продолжение следует... ...sunâng.